Перед тем, как эти работы приобрели законченный вид и пополнили и без того богатую коллекцию рукодельницы Натальи Тарасю, каждая деталь была несколько раз выверена. Сначала на бумаге и только потом в действии. К созданию шедевра, по мнению брещанки, без вдохновения не подойти. Как только оно одолевает, Наталья сразу же берется за инструменты и начинает творить. Несколько волшебных движений и чудесным образом появляются очертания бабочки, ящерицы, стрекозы или цветка. Рукодельница имеет дело с такими материалами, как медь, сталь и латунь. Довольно необычный вид творчества увлек девушку пару лет назад. Сегодня изготовление уникальных украшений превратилось в хобби. Несколько лет назад очень плотно сотрудничала с фотографами, мы организовывали интересные творческие фотосессии. И мне приходилось делать реквизит. Делала я этот реквизит из подручных средств. И постепенно мне стало интересно, я обнаружила, что проволока очень такой интересный материал, из которого получаются короны, каркасные. Мне захотелось посмотреть, что же из него делают. Наверняка кто-то тоже додумался, что из проволоки можно делать украшения. Когда я открыла в интернете и набрала в происковике, я была в шоке от того, какие шедевры люди из нее умеют делать. Каждое из изделий в единичном экземпляре, к слову, работ за время творческих поисков накопилось порядка двухсот. Кулоны, серьги, короны и диадемы, а также популярные сегодня кафы, пройдет воображение любой модницы. Изюминкой каждого из украшений является камень. Лабрадорит, агат, серафинит, халцедон, кианит. И это далеко не полный список натуральных природных материалов, с которыми Наталья имеет дело. Девушка изучает свойства камней. Уникальных видов ее личной коллекции немало. Создание украшений – кропотливая ювелирная работа, которая требует немало терпения, сил и времени. С работы, сели, ничего не хочется. Тут что-то там, карандаш под руку попался, где-то пару мазков по бумаге. И буквально взрыв эмоций, хватает тетрадку, садится, что-то там сидит, минут сорок может рисовать. И потом, нет, все плохо. И на следующий день, вот уже на следующем листике, она уже четко знает, что ей надо. Ну, а сколько времени на это уйдет и как это происходит? Ну, всегда по-разному, всегда очень эмоционально. Наталья Тарасюк буквально горит идеей каждый раз, когда приступает к созданию очередного шедевра. Украшениями личной коллекции дорожит, эксклюзивные изделия наделяет своими именами. Рассказ героини о своем увлечении сомнений не вызывает в этом виде творчества. Девушка нашла себя. Я делала полностью с утра до вечера. Я получила дикое удовольствие, потому что с такой легкостью, с такой плавностью очень редко работы даются. То есть он так вот пошел, и проволока сама ложится, ложится, и получается так здорово, так красиво. Это медь с лабрадоритом. Вот, я просто от него безумное удовольствие от его создания получила. Есть еще один кулон, который уже из латуни. Череп буйвола. Это тоже латунь с лабрадоритом. Мне давно хотелось попробовать сделать череп. В последнее время очень часто вижу, делают из черепов буйволов, красиво узоры вырезают, используют как средство интерьера. Мне хотелось попробовать это в украшении. Изготовление ювелирных изделий из проволоки – довольно редкое увлечение для Беларуси. Уникальные камни попадают в коллекцию мастера, проделав большой путь. А что поделать, для любимого дела не жаль ни времени, ни средств. Я таким способом отдыхаю, я черпаю энергию, я делаю то, что люблю, и получаю от этого удовольствие. София Бережная, Эдуард Буканович, Антон Луговкин, телекомпания Бук-ТВ.